Хотя так и называется реванш. Не будет реванша. Этим клипом они декларировали свое намерение. Это не столько прогнозное программирование, сколько декларация своих намерений. Клипами и фильмами показывают ситуацию сейчас. И планы показывают на будущее. То, что не все поняли, это типа их проблемы. Если люди не поняли, значит, люди тупые. Мы типа отчитались, мы чисты перед силами. Ни хрена подобного. Ни хрена нужно доносить на языке, понятном оппоненту. Если ты с ним говоришь, значит, ты можешь говорить на его языке, либо обязан говорить на его языке. Ситуация изменилась уже. Уже все не так. На самом деле. Это раньше что-то прокатывало. Раньше можно было создавать новые пространства с помощью ЦЕРНа, например. И там какие-то свои правила диктовать. Сейчас это не работает. То есть сейчас изменились правила даже на уровне физики, квантовой физики. А это, по сути, единственный и основной уровень физики. Там, где материя, там, где все в цифровом виде, там, где все и работает. Собственно, для меня это более материальный уровень. И для них и для этого сознания, для любого более развитого сознания, это мир магии, который иногда магия допрыгивает. Это мир принятия решений и мир действий. Сначала все происходит на неком нематериальном уровне, а затем все проявляется на том уровне, который мы знаем физически, в реальности, скажем так. Поэтому сейчас все изменилось. И сейчас уже невозможно быть двум конам, двум богам, двум версиям реальности. Сейчас уже не работают по этой же причине симуляции. По этой же причине не работают квантовые компьютеры, потому что они могли работать, когда есть возможность другой реальности некой. То есть, они берут оттуда некое событие и переносят в наши, либо уже готовые ответы и так далее. Сейчас уже не работают. Сейчас все связано со всем. Сейчас одна реальность, и церны всякие, и дубные, и прочие коллайдеры, и реакторы. Они-то лишь усиливают то положение, что есть сейчас. И обойти, обмануть кого-то уже не выйдет, потому что обмануть можно было... Их сила, скажем так, не только в символизме, но и в обходе неких правил. А если они обходят правила, то сейчас это правило распространяется на всех. То есть, они создали правило, что другие могут обходить правила. Но создав такое правило, теперь они, попробую пофилософствовать, эти правила распространяются на всех. То есть, теперь правил нет. Теперь как можно выпить море или реку? Никак. То есть, невозможно обходить правила, если правил нет. Их сила была в том, что все играли по правилам, кроме них. А теперь все играют не по правилам. Соответственно, невозможен вампиризм. В принципе. Можно об этом подумать. Это сейчас глубоко философское утверждение, которое, мягко говоря, не все поймут. Но теперь вампиризм невозможен именно в силу того, что теперь правило едино для всех. Если ты вампиришь, то и вампиришь тебя. Невозможно насытиться вампиру, потому что невозможно опустошить донора, скажем так, жертву. Вселенная всегда помогает теперь донору, а вампир никогда не может насытиться. Теперь все иначе. Кстати, говоря о прогнозном программировании. Замечательный фильм. Ампир. В. В. Ампир. Вампир. Это еще круче должен был быть фильм и, соответственно, книга, чем поколение Пи. Он почему-то не вышел. Хотя я очень хотел бы его увидеть. Вот разбор по нему, это истинное удовольствие. Еще круче, чем разбор поколения Пи. Но вот по каким-то причинам этот фильм не вышел. Есть о чем подумать. Потому что это очередная документалка о нашем мире. Это было бы слишком явно и слишком очевидно. Если бы этот фильм вышел. Ну а теперь можно еще раз подумать, почему теперь другие правила. Правила едины для всех. Поэтому не работает обман, не работает вампиризм. Невозможно задекларировать свою точку зрения, свой план. Сейчас молчание не есть знак согласия. Теперь знак согласия является однозначно информированное согласие. Во всех последствиях подпись под давлением, либо по незнанию не избавляет от ответственности. То, что людям написали писульки, якобы они участвуют в эксперименте сами, не избавляет от ответственности за результаты этих экспериментов, за смерть людей. То, что они знают, что с ними что-то делать, ну, знают, что это значит, можно всех расстреливать. Ну, нет. То, что люди знают, что если выставить из пистолета, их убьет, ну да. Это не значит, что убийца освобожден от ответственности. Нет. Те, кто затеял этот эксперимент, будут нести ответственность. Эксперимент в кавычках. На самом деле массовый геноцид с уколами. Те, кто теперь свои послания запихивают символно в клипе, должны убедиться, что они правильно поняты. Иначе все это не сработает. И я лишь помогаю вселенной реализовать эти законы новые, объясняя смысл посланий в клипах. Всего лишь. Ни больше, ни меньше. Я ни с кем не воюю. Накнуть. Максимум, я стою на пути. Они пришли не за мной, они пришли за людьми. Я лишь стою у них на пути. Поэтому меня пытаются... Ну, об этом чуть позже. В следующих разборах я расскажу, кто и что со мной пытался сделать, наверное. Ну, кое-что мне как минимум расскажу. А пока смотрим клип. Я отвлекся.